Ивановец Максим Балашов вернулся из Франции с серебряной медалью. В Париже прошел международный турнир по гиревому спорту, участниками которого стали свыше 200 спортсменов. Рад, что получилось съездить. Возникали какие-то сложности, но все вышло удачно. Съездил, классное соревнование, высокий уровень. Один из самых высоких, где я участвовал. Все очень круто. Максим уступил лишь чемпиону из Санкт-Петербурга, который держит высокую планку уже с 2005 года. Максим рассказывает, что на этот раз показал не самый лучший. Результат сказалось волнение, отсутствие тренера и группы поддержки рядом. Порвал. Если у меня предыдущий результат был 121 раз, то только 101 раз получилось. Не те гири, все по-другому. Любой спорт это очень сложно. На высоком уровне это еще сложнее. Мало того, что результат не сразу приходит, так еще очень сложно показать свой лучший результат, подтвердить свой лучший результат. Потому что от соревнований очень серьезно готовились. Две тренировки в день приезжаешь и даже свой лучший не показываешь. Хотя был настроен на боли и вообще что-то. Да, это очень сложно. Это морально очень тяжело, когда сделал даже меньше, чем делал ранее. Но главное не отчаиваться, наверное, и тренироваться дальше. Максим не только тренируется сам, но и тренирует других. Есть у него воспитанники, которые уже показывают первые результаты. Гиревой спорт непростой, большой популярностью в нашем регионе не пользуются. Хотя в соседней Ярославской области результаты в этом направлении гораздо лучше. Первые успехи пришли у меня. Мой воспитанник Дмитрий Юльский в 2015 году стал чемпионом мира. С его и началось такое бурное развитие гиревого спорта Ивановской области. Потом к нам пришел паренек, о котором мы сейчас будем говорить, Максим Балашов. Я сразу заметил, что парень очень одаренный, чистый, отрожден для гиревого спорта. Тренеры говорят, чтобы достичь результата в гиревом спорте, нужно прежде всего его понять и полюбить. Хотя дорога в мастера спорта лежит через 8-10 лет упорных тренировок. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.